все запись началась началась все отлично прекрасно великолепно привет мои не подождите 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 не так надо как видео как видео происходит как у него так получается я не знаю смогу сейчас так привет мои адекватные и что самое главное абсолютно разумные подписчики с вами я ваш верный друг господи как так разговаривать можно это же глотких она абсолютно это горло быстро можно получить привет отойдите я хлебну кофейку вкусный кофе прекрасно сегодня мы с вами будем общаться точнее я буду отвечать на ваши вопросы и да это очередной выпуск буржуйского вопроса ответ да сейчас на улице 26 декабря вчера прошло моё день рождения мне исполнилось целых и сейчас для многих это будет шоком мне исполнилось вчера целых 25 лет 25 декабря да я родился 94 года какой шок для некоторых людей которые старше меня и при этом смотрят меня искренне думали то что мне лет 40 40 лет но я же не выгляжу на 40 лет я же выгляжу молода в расцвете сил у меня раньше брови лучше работали я раньше реально мог контролировать свое лицо я где у меня было актерское лицо все мышцы были на пределе все мышцы работали а сейчас ладно давайте начнем а то я могу так кривляться перед камерой разговаривать о вам и говорить вам о всякой фигне в течение часа двух часов кстати давайте прежде чем я начну был уже один такой пробный ролик не вопрос ответ а просто такой лайф ролик где я обсуждал точнее рассказывал про игорь из своего детства и как я еще познакомился с играми но этот ролик был настолько по моему мнению шлаковый что я его решил просто не выкладывать у меня вроде бы еще футажи из той записи остались я попытался монтировать звук обработал уже там но чем больше я смотрел тем больше я понимал то что я там по сути какую-то воду лил я я я точнее много фактов там рассказал но я наверное мог рассказать больше если бы я лучше бы вместо лайф формат написал текст скажем так да так что наверное в лайф формате будут просто отвечать на ваши вопросы донатов вы накидали просто огромнейшее количество огромное вам спасибо но из-за вашего количества донатов походу мы будем сидеть тут с вами долго начнем первым задонатил максимилиан лисюнг шмиттель винокуров он задонатил 100 рублей и спросил меня деберлибердей когда кратко про мгс2 не будет кратко про мгс2 ну когда-нибудь будет кратко про мгс2 но сейчас у меня вообще нету никакого настроения заниматься мгс вот вообще нету может быть если я потрогаю потрогаю дэс трендинг и он мне зайдет и я мне вернется вера в хидео кодиму я может быть тогда действительно продолжу но это опять же будет летом летом потому что моя пска на данный момент не тянет дэс трендинг и просто же бытие в принципе так как у него у пск абсолютно слетели все все охлаждение пошло по одному известному месту и да я пытался его чинить и да я отдавал в ремонт и да не сработало а все потому что ну китайское производство проклятый квас задонатил 100 рублей привет бу буи или бэбэй или другая твоя личность не понимаю вообще о чем ты говоришь пишу с болота попивай имба энерджи и играя в рейд shadow legends когда будет кратко про проклятые земли или корсары и у тебя крутая бауро да возможно вот в следующем году все будет по крайней мере я могу гарантировать не не буду гарантировать шанс 90 процентов то что кратко про проклятые землю будет 2020 году я все-таки для себя некоторые моменты понял и скорее всего я перестану делать какие-то экспериментальные форматы ну вот вы знаете мне есть вот эти вот ролики с белой обложка где просто за один ролик рассказываю про игру мне кажется все таки такой формат мне подходит меньше всего и я наверное окончательно закреплюсь и вернусь к формату кратко про где я рассказываю про какие-либо игры в нескольких частях частности у меня есть план сделать кратко про все-таки по серии stalker нормально в несколько частей допустим по первому stalker три части по второму stalker то где возможно но опять же это все в планах в планах а насчет корсары не знаю не знаю когда-нибудь да в следующем году не могу точно сказать якуба а задонатил 100 рублей для видео 25 12 19 большое спасибо за уточнение большое спасибо за биби бибей бей бивии бивей бей 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 стэнли кубрик вот после просмотра ваших роликов я стал смеяться надо ду я материться не буду как-то он сказал над не особо умными шутками не особо прекрасными шутками по типу пани на ногой избили спасибо вам пани на ногой избили но пани на ногой избили, звучит не особо смешно. Тут надо как-то по-другому, допустим. А как тут еще Панину-то смешно можно придумать? Панин подскользнулся и упал на ногу. Ну, я не знаю. Представляю себе это. Нога такая из земли торчит. Носком вверх смотрит, как у балерины. В балетке, в балетке. Панин идет по улице. Так вы знаете, как бывает же в мультиках, такое начало мультика, где идет такой беззаботный мужик, кто так ногами вперед. Подскальзывается на бананах к жире. Падает на ногу и знаете, и такой звук, как у Тома из Тома Джерри. Или Нельзя так. Нельзя так, ребята, не смешно. Слипи Профессор задонатил 40 рублей. Большое спасибо за такую сумму. Просто будь счастлив в новом году. Я буду счастливым, если у меня получится нормально дальше сделать ролики и радовать вас. Потому что, чем счастливее вы, тем счастливее я. А Челик с ником Писюн с горы задонатил 150 рублей. Один мой близкий человек очень любит твою мордашку. Передай привет, пожалуйста, Ллойду. В скобочках никаких гейских шуток. Ну ты в рамки меня поставил. Может, ты хотел как-нибудь пошутить. Привет, Ллойд. Твой близкий человек передает тебе привет. Он такой Привет. И так. Вопрос. Тебе когда-нибудь было стыдно за свой юмор? Вот только что было стыдно за шутку про Панина. Мне кажется, есть такое новомодное слово кринж. Хотя зачем говорить кринж? Говорите просто испанский стыд. Все. Вот я испытал некий скажем так, если бы я был зрителем, я, наверное, испытал бы испанский стыд за то, что Челикс сидит рофлит над таким дебильным юмором. И какие планы на будущее? С наступающим. Заполнить весь год кратко про... Вот просто вот полностью разобрать и сдокументировать прохождение моих игр. Может быть, будут какие-либо новые игры. Допустим, я не знаю. Я все-таки решил в последнее время работать на женскую аудиторию, так что, возможно, у нас будет там Detroit Become Human в нескольких частей. Ну, хотя, если будет ролик наподобие This War of Mine, то, наверное, кроме дебилов пацанов никто это смотреть не будет. Большое спасибо за 150 рублей тебе тоже с наступающим. Пьяный банан задонатил сотку. Привет, бебей, бебейчик, бебеюничка, бебеюсик, бебеюсенька. Смотрю тебя еще с видоса про Hellblade. Покажи свою женщину. На данный момент моей женщины дома нету. Она пошла забирать посылку. Мы заказали все части Гарри Пуктича Росминовские, именно Росминовские. По глупости я эти книги в свое время отдал, но сейчас я понимаю, какой же это был тупой поступок, надо было их оставить. Я бы сейчас с таким удовольствием перечитал бы все это с нормальным переводом. Вот так. Hero of Asphalt задонатил 100 рублей. Бабай, ты когда-нибудь примерно, ты когда примерно планируешь начать серию видео о создании ролика? Это годная идея, и бы туториалов по монтажу на ютубе нормальных почти нет. И да, после этого Deus Ex я сделаю быстрее. Hero of Asphalt я сделаю ролик про то, ну, это будет не то, что туториал по тому, как делать ролики, это будет больше рассказ про то, как делаю ролики я. Потому что у всех совершенно разные введения создания роликов. Если я, допустим, буду делать ролик а-ля осмотреть, как надо делать, это будет неправильно, потому что вы можете делать по-другому. Я просто, допустим, покажу, как я делаю, в какой последовательности, допустим, вот тут играю, тут я начинаю записывать текст, я вот так записываю текст. Допустим, потом я отдаю на редактирование своей жене, жена смотрит, потом предлагает, может быть, тут где-то добавить, тут шутки дописать, тут еще что-то, или вот это лучше не надо, вот так далее. Потом я начинаю записывать голос и так далее, и так далее, и так далее. Вы будете смотреть на это и примерно, допустим, те, кто хотят создавать ролики, для вас это будет примером, как я делаю. И вы что-то из этого можете для себя подчеркнуть. Не обязательно то, что вы будете полностью следовать той последовательности, которой следую я. Волонди гномов задонатил 100 рублей. Деграданты всех фандомов объединяйте. Хотелось бы узнать мнение великого Бубуя про сериал My Little Pony и брони фанов. Я My Little Pony не смотрел. Не, я пытался чекнуть самую первую серию, потому что пошел слух, что в основном My Little Pony смотрят бородатый задрот и им нравится. Я подумал, а я же ведь бородатый задрот, вдруг мне зайдет. Нет, мне зашло. Но я ничего не имею против My Little Pony. Но я и ничего положительного за My Little Pony не имею. Есть оно и есть. Они мне не касаются, я не касаюсь их. И брони фанов. Ну, брони фаны, наверное, это нормально, если вы не переходите черту, скажем так, не относитесь к My Little Pony с фанатизмом. То есть там не наяривайте на эротические фотки, где там какая-нибудь лошадь лежит, ну или порнокопытная, лежит, раздвинув свою рогатку, и там у нее нарисованы, скажем так, человеческие половые губы. И такие, о-о-о, господи, зарыться бы в этот нос. Вот это я плохо воспринимаю, честно говоря. Я, наверное, с таким человеком за руку здороваться бы не стал. А есть еще тип людей, которые сами себя представляют пони, и как их сношают, допустим. Не-не-не-не, фу-фу-фу, давайте дальше. The Ripple Chopper задонатил 100 рублей. Что ты скажешь на то, что я не играл в готику и люблю Risen, Risen, Risen? Только из ностальгии, ведь играл я именно в него и не знал о существовании готики. В общем, поиграй в Risen, пожалуйста. Ну, что я скажу на то, что ты не играл в готику, поиграй. Ну, если не нравится, то не играй. Первый Risen это такая своеобразная солянка из старых идей пираний. Очень годных идей. Это потом они начали там что-то про пиратов, потом в будущее и так далее. А Risen это одна из немногих годных игр у них, да. Ну, а так, когда-нибудь я сделаю кратко про Risen обязательно. Ну, обязательно сделаю. Понимающий Мякиш задонатил 100 рублей. Привет, одна из множества личностей. Нет у меня никакой личности шизофрении. Вы чё, вообще? Вы чё? Что с вами не так? Я не понимаю. Какие ты личности? Не хочу быть надоедливым, но где мои ролики по дополнению готики? А не будет роликов по дополнению готики. Не будет. И в Арканию играть не буду. Не дождетесь. Не, 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 и за 200 тысяч лайков делать не буду. И за 500 не буду. Нет. Нет. Никогда. Нет. 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 Зарекаюсь. Не буду. Нет. Спасибо, Бубу, что пинает вас всех ради качества интересного контента. Нет. Всё, я не буду делать. Всё, я не буду делать. Даже не напоминайте. Даже не напоминайте. Не надо. Жепоруки и рукожоп задонатил 200 рублей Бубей, ты так и будешь проходить адекватный и абсолютно разумный мод для Готики 2 Странник в тылу врага Впервые слышу об этом моде Ее, между прочим, качественно запилили тролли-комрады аж в 2006 году Я впервые слышу об этом моде, да и, наверное, в ближайшее время я моды для Готики 2 трогать не буду У меня не было таких У меня не было ни желаний, ни идей таких Сваркер задонатил 100 рублей Бубей, поздравь всех Поздравь всех с Новым Годом и пожелай подписчикам и подписчицам крепкого мужского писюна Возможно, я тебя неправильно понял, но я сейчас поздравлю так, как я тебя понял Поздравляю всех с Новым Годом и желаю подписчикам крепкого мужского члена в промеж булок А подписчицам я желаю, чтобы этот крепкий мужской член рос именно из них Ля, какой я молодец Аверон Валерон задонатил 111 рублев Как ты считаешь, что нужно каждому человеку, чтобы он был счастлив? Какая твоя формула счастья? И хоть немного уже убери свой волосяной покров, а то как хаглят уже Нормально выгляжу Чё-то не нравится? Чё-то не нравится, моя борода? Мои волосы не нравятся А так, чё, и нужно для счастья? Деньги нужны? Будет хороший заработок, сможешь себе позволить всякие разные хрумки, консоли Книги, поездки, жилплощадь подходящую для себя и место для бытия Такое, какое тебя устроит А там вот эти всякие любовь, дружба, это второстепенно Не в плане того, что я такой циничный, а в плане того, что я просто жизнь порхал И вот это вот, то, что, ну, не в деньгах счастья Нет, ребят, в деньгах счастья Нужно стремиться зарабатывать деньги Но не много денег, а чтобы денег было тебе достаточно Всё, не много, не мало, а чтобы было нормально Android 92 задонатил 300 рублей Вау! Бебей, будешь ли делать кратко про Fable или E? E slash или Ryzen? Fable буду делать Может быть, даже в 2020 году Потому что Fable одна из моих любимейших серий Как бы я с радостью сделал бы кратко про Fable 2 Но мне что-то так лень в ламы делать кратко про первый Fable Вот в ламы! Так что, наверное, я действительно сначала возьмусь за Ryzen BabyBey, это ник Челика, который задонатил BabyBey, спасая Лос-Анджелес, этот ник Отправил 100 рублей и написал говно жопа Какой замечательный, абсолютно великолепный донат Вау! Сергей Рябцев задонатил 5 евро Вау! О, Великий Бакареш, услышь мои молитвы Делай Ryzen 1, 2 и 3 Член забей так как А, на... Господи, как вы иногда непонятно пишите донаты Делай Ryzen 1 На 2 и 3 забей болт Так как они говно Ну, они нормальные вроде, насколько я помню В любом случае, если я буду делать по первому Ryzen То я буду делать и по второму, и по третьему Тут меня не переубедить Так как все это, по сути, канон Нет, разве? Ну, канон последовательный Допустим, нет смысла делать по дополнению к этой готике Потому что это уже делали совершенно другие люди Его как канон не воспринимаешь Вот Джанр задонатил Дженры Задонатил целых 10 баксов Бэбэй, как так получилось, что в свои 45 ты выглядишь на 20 максимум? И да, когда будет контент категории Г Контент категории Г в следующем году будет, ребят 2020 год, это будет хороший год Я надеюсь, по крайней мере Будет много кратко Вообще, будет подряд кратко Кратко, 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 кратко А так, я выгляжу Ну, я не знаю, я выгляжу Мне 25 лет Вот на сколько лет я выгляжу? Вот только честно Давайте без рофлов Типа, ну ты выглядишь на 60 лет Нет, вот честно скажите Насколько я выгляжу? Вот так, когда я на вот так смотрю Насколько я выгляжу, ребят? Насколько выгляжу? Я лет На целых Такого я обманывал Я в жизнь меня потрепал Смотрите, я лысеть начинаю Видите, у меня вот тут Начинает этот самый Лужок Начинает потихонечку В прозрачности уменьшаться Если вы понимаете о чем я Я скоро буду как такие же Бывает профессор У которых тут залысина И вот тут только волосы остались Ой, будет кошмар Мешок Именно через И Мешок отправил 100 рублей Как делать так, чтобы сократить шанс Расставания с любимой девушкой Нам по 16 Встречаемся на расстоянии У нас все отлично Но я так боюсь ее потерять Скажи мне, как мне быть с ней всегда Ну Так, вам по 16 лет Ну для вас вариант Это просто после учебы Отправиться куда-то учиться В один город Многие мои знакомые Которые хотели вместе встречаться Но при этом были на разных В разных городах На расстоянии Почему-то съехали в Казань Не знаю почему Или в Питер Это вот все, что я могу Вам пожелать Чтобы вместе Жили Где-то в другом месте А так вообще-то лучше Для себя задай вопрос Хочу ли я быть С этим человеком До конца своих дней Если ответ да То тем более Вот прям мчись Как паровоз Мчись Как локомотив К этой цели Отучись Закончи Заставь ее отучиться Закончить И вместе Улепютывать Воля задонатил 200 рублей Привет, Бабудчик С наступающим тебе Новым Годом Мой любименький Какие планы по контенту У тебя в следующем году Целую, обнимаю Весь следующий год Делать кратко про И стараться на другие форматы Не отвлекаться Максимум будут такие же Такие же замечательные Хотя, что я на сет показываю Такие же замечательные Видосы на подобие Вот как сейчас идет Вопросы, ответы Да Даниил отправил 200 рублей Бубы, прежде всего привет Твое видео позволяет мне Не умереть от грусти И тлена Не обращать внимания И тлена В нашей жизни Про спасибо Вот мой вопрос Играл ли ты когда-нибудь В Зан Захар The Hidden Portal Зан Зах Зан Зарах The Hidden Portal И впервые слышу Дай я сейчас погуглю Как это что это за игра Мне аж интересно стало Зан Зарах The Hidden Portal Что это такое вообще Что это такое В поисках затеянной страны Называется И тут что-то про фей Я впервые слышу Вдруг честно Не знаю А ну есть Стиме И какого года 2015 Лол А у меня про нее Спрашивали уже В прошлом году Вроде бы Не знаю Я впервые Слышу Не могу Ничего сказать Вряд ли Наверное Я стал бы В такое играть Потому что Я по скриншотам Вообще не могу Скорее Какого жанра игра Может когда-нибудь Погляжу Ради любопытства Если не забуду Спасибо за 200 рублей Лада Задонатил Или задонатила 150 рублей Просто иногда Такие ники Я не особо понимаю Мальчик или девочка Донатит Будешь пробовать Проходить первого Ведьмака Я бы с приликим удовольствием Посмотрел А это дама Как ты это делаешь У меня есть Первая часть Кратко Про Ведьмака Но скорее всего В 2020 году Я начну делать Заново Я буду помечать Некоторые ролики Которые хочу переделать Типа ретро Да старый вариант Потому что Я очень хотел бы Переделать Кратко Про Metal Gear Если мне все-таки Death Stranding зайдет Я бы наверное Про первый Metal Gear Solid Полностью переделал бы Кратко И сделал бы Совершенно иначе Потому что там было Очень много Повествовательных Ошибок И просто Халтурство С моей стороны Так что Я бы сейчас Сделал совершенно По-другому Чуваш Скинул 250 рублей Спасибо тебе за контент Спасибо тебе за приятные Пожелания Спасибо тебе за твой донат Чем больше таких людей Радуется контенту Тем больше Опять же Чем счастливы Чем счастливее вы Тем более Счастлив я Так что Спасибо вам За такие добрые слова Лина Фокс Задонатила Аж два доната Подряд По 5 евро В целом 10 евро Я так понимаю Она одно сообщение Растянула На два Ну опять же Ограничение В количестве символов Привет Давно Смотрю тебя Уже два года Итак вопрос В попу Раз или вилкой Стопе Не то Будешь ли когда-нибудь Обозревать Иди игры Ибо там хоть и полно Дерьма Но Но встречаются Интересные и качественные Проекты Такие как Бастион Знаю Undertale Проходил Брейд Одна из самых первых Инди игр С которой я познакомился В журнале Игромания И потом начал Потом скачал С тренд Конечно же Но я тогда Не особо Игры покупал И прошел С большим удовольствием Dust Dust Anelizium Tale Я думал Подожди Anelizium Tale Это то чем я думаю Anelizium Tale Это А это Нет Вот это я не знаю Не трогал Не трогал Без понятия Как-нибудь ЧК Ну Ну Понимаешь Инди игры Инди игры Инди игры Инди игры Много Но такие Которые Прямо цепляли Меня Чтоб я Прямо По ним Сделал Ролик Их Мало Допустим Я вижу Игру Она мне нравится Но я понимаю То что по ней Нет смысла Делать ролики Потому что Людям не будет Особо интересно Смотреть эти ролики И смысла От этих роликов От этих роликов Будет не так Много Но Если будет Спрос То почему бы Нет на самом деле Так что да Будет спрос Будет предложение Я могу вот так сказать Вот Ведь старые игры Когда-нибудь закончатся Ооо Не Вот Насчет Вот это заявление Вот даже Не надо Даже Не У меня аж Внутри не спит Начал просыпаться От такого заявления Старые игры Они никогда Не кончатся Их просто Очень много Очень много Старых игр Очень И как бы Это не было странно Но среди инди И горы Старых игр По которым Можно делать ролики Их настолько много Раньше Такие харизматичные Были старые игры Вау Я допустим На одной распродаже В Гоге Несколько игр Себе закупил Давай Сейчас в принципе В Гог заеду Я примерно расскажу Ну Околобет World of Doom Одна из Притеч Игр Ультима Наверное Вряд ли Кому-то будет интересно Эта игра В принципе Не играбельна Особо сейчас Ее чисто Как в музей Можно зайти Допустим Альбион Я бы рассказал Анвил Оф Даун Аркан Рассказал бы Клайв Баркер С Андайинг Потом Кулов Ктулку Разные игры Если я именно Про старые игры Говорю Допустим Shadow Of The Comet Prisoner Of Ice Что тут еще у меня Ну Крусейдер Две части Почему бы нет Ну Диаблы Само собой Всякие Всякие Дивайн Которые люди До сих пор Просят Обязательно Всякие там Elder Scrolls Arena Daggerfall Но это опять же Это я наверное Буду после Ultimate Underworld Трогать Потому что Arena И Daggerfall Это Не моего Типа Не моего Типа Игры Но это те игры Про которые В принципе Надо Не то что рассказать А надо прям Анализ Сделать четкий Потому что Они не сюжетом А именно Своими механиками Достаточно любопытны Всякие Горы Павархаммер Допустим Final Liberation Warhammer Потом Forgotten Forgotten Realms О Вот Горький 17 Обязательно Надо бы Что еще Что еще Что еще Джаггит Альянс Обязательно Ну и в общем И так далее И так далее И так далее И тому подобное А чертовы Слейвз Я опять же Я без мата читаю А то На ролик 18 плюс Накинутый В рекомендуемых Не будет у моих Попичиков всплывать Задонатил 100 рублей Спасибо Бубе Хотелось А здравствуй Бибуй Хотелось сказать спасибо За тот контент Что ты производишь Этим можно брать И обмазываться В хорошем смысле Это выражение Прошу передать Привет Анастасии Герц Анастасия Герц Привет А в остальном Большое спасибо За приятные слова Эти приятные слова Ласкают мое сердце Прям медовой кисточкой По сердцу Очень приятно Торшел Задонатил 300 рублей Привет Бабай Очень интересно узнать Про твой первый Игровой экспириенс Первая приставка Первый ком Первые игры И как он поменялся С течением времени Про это я хотел бы рассказать В отдельном ролике Более подробно Но я могу рассказать С самого начала Вообще Притечь Как у меня все это появилось Как я полюбил игры В самый первый раз Я поиграл в игры В далеком-далеком действии К детстве Когда мои родители Поехали на север Взяли меня с собой И пока родня там сидела И скажем так Знаете там Та-да-тан Та-та-тан Та-та-та-та-тан Меня посадили за комп Мне было где-то годика четыре И включили мне Вроде бы первый Квейк А я не понял Абсолютно Что там надо делать Я упал в какую-то яму Я вообще подумал То что меня В машинке какие-то Заставили играть Я упал в какую-то яму С водой Не смог оттуда выбраться И так в течение часа Барахтался там Потом меня убрали оттуда Ну скамп посняли Не поняв даже То что я просто Потерялся И все Это был мой Самый первый Игровой опыт Но вообще Самый первый раз Когда я осознанно Играл в игры Это было В далеком детстве Когда у нас Рядом с домом Была телеграфная И там был отдел Открыли Под компьютер Такой интернет-клуб Но помимо того Чтобы сидеть там В интернете Там были и игры И игры И самые первые игры В которые я поиграл Это был Dungeon Keeper 2 GTA 2 И червячки Это вот были Самые такие Горе Навсегда запомнились А самый первый Комп у меня Появился В классе Втором Старый 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 Комп Там у меня Были установлены Первые две Мои игры Это Diablo 2 И первый Red Faction Да А вот он Самый первый Горе Который мне Купила мама На рынке Это Был Гарри Поттер И философский Камень С каким же удовольствием Я тогда играл Ну Про все это подробнее Наверное В первом В отдельном ролике Расскажу обязательно Владик задонатил 100 рублей Кто из знаменитых людей Для тебя кумир И почему Ну У меня наверное Нет кумиров Есть просто люди Какие-либо деятели Которые просто Выживают Вызывают у меня Определенное Уважение Но Среди актеров Если говорить То наверное Какой-нибудь Там Кристофер Рокин Потому что Он офигенный Но таких Если актеров Перечислять Их будет Достаточно Много Если среди Интернет Деятелей То Вот тут На самом деле Травлы Потому что Из Забугорных Я смотрю Мандалора Из Сета Из наших людей Я смотрю В основном Ну Смотрю В основном Текст С кем я Сейчас Общаюсь То есть Квенчик Смотрю Который Ролики Просто Перестал делать Халтурит Ничего не делает Даже не питается Нормально Зулина Жду Когда он Начнет ролики Снова выпускать А не как Обычно Потому что Мне очень хотелось бы Ну ролики Где я узнал бы А какая В Крит Вода Кто еще Кто еще Кто еще Дрю Кстати иногда Смотрю Потому что Мне нет Времени Играть Новые годы А он Так иногда Что-нибудь Интересное Поясняет Ну и все Да-да-да На этом все На этом все Сашок Пирожок Задонатил 100 рублей Здравствуй Брюды Пожалуйста Передай привет Арише Из Уфы Скажи И скажи Что я ее Очень люблю Спасибо большое Тебе Саша Пирожок Передает Привет Арише И говорит То что Он тебя А Сашок Пирожок Это мальчик Или девочка Короче Нехи Сашок Пирожок Очень Испытывает Тебе Теплые Чувства И прям Мечтает Что Мечтает Сделать Хотя Возможно Там чисто Платонические Чувства Я сейчас Все опять Поганил Своим Озабоченным Разумом Ренат Азизов Задонатил 100 рублей Привет Бебейка Возможно Ты помнишь Меня Нет Друг Я тебя Не помню Честно Я пытаюсь Вспомнить Но я не могу Вспомнить Желаю Желаю Счастье В 2020 Тебе Тоже Счастье И прости Тоже Не помню Тебя Смотрел Ли Ты Джоджу Не 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 смотрел Смотрели 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 Золотой ветер Нам не особо Зашел В плане В первую очередь Своей рисовкой Когда я там увидел Перерисованных Джотару И Полинолеф Мы прям сидели И у нас были лица И Настя такая Ну вообще Наша самая любимая Арка Это Стардаст Курсадеры И С Джозефом Арочка Балдежные Вот А есть какая-то часть Которая понравилась Больше всего Ну да Я говорю Стардасты И Лично Че там у Джозефа Происходило Привет твоей девушке Насте на данный момент Нет Но я обязательно Ей передам привет Там скажу Тебе Привет Артур Я задонатил 100 рублей Бубу Как ты познакомился Со своей женой В Аське Еще в 2000-х Мы списались В Аське ICQ Если кто не знает Это мессенджер Такой был Потом мы Некоторые Ну мы пообщались Потом некоторое время Забили на общение Не общались Потом снова Списались Встретились И начали встречаться Владимир Владимирович Задонатил 100 рублей Спасибо за все Не за что Владимир Владимирович Особенно за Готику А потом так После Личных вопросов Ответу Владимира Владимировича Он такой приходит домой Такой садится Так Себе Овощной смузи Наливает Так Ой Посмотрю последнюю Часть Роликов Про Готику 3 Не под конец Ролика Такой Когда слышат Финал Готики Под Эльфийской Песней Он такой Господи Какие же Ламповые И душевные Ролики У Бебея Хотелось бы знать Будет ли Кратко Про Fallout 1 2 New Vegas Очень хотелось бы На 3 4 46 Обзор Делать Не надо Это лютый Кал Спасибо тебе Еще раз За все Насчет Fallout 1 2 Когда-нибудь Кратко Конечно же Будут Но перед этим Наверное Я хотел бы Затронуть Другие Изометрические RPG Про New Vegas Ролик Тоже будет Тоже будет В частности Будет Наверное Потому что У Насти Это одна Из любимых Игвар Уже Раза 3 Прошла Причем Всегда идет По ветке Где ты сам За себя 3 4 76 Даже смысла Нет туда Лезть Это Это Не по нашу честь Большое спасибо За соточку Владимир Владимирович Мистер Пуришкевич Отправил 100 рублей От блудного Алда Во славу Гриша Сарацинов И бобра Запилите Батенька Обзоры На Warcraft 2 Starcraft 1 И Анхем Удачи Новому году И как говорится Царь велел Деградировать Но развиваться Олд Помнит Насчет Warcraft 2 Я не буду вообще делать Что-либо связанное С Warcraft Именно с Разбором Старых частей Потому что Фанбаза Вов Ну в данном случае Наверное в Вовке Говноеды Вот говноеды Вот ненавижу Вот я сделал Ламповый ролик По первому Варкрату Где говорил То что я Обсуждаю Лор Актуальный На то время На то время А мне начали Затирать Про книги Да медив Не тот Да медив Не это Ой ты чё Синематики Не смотрел Ой ты чё Вов не играл Ой ты чё Комиксы Книги не читал Нет Это был Лор Актуальный Для первой части Чё вы мне Затирали Господи Нет я не буду Делать Кратко Про Warcraft 2 Нет не буду Не буду Потому что Сколько бы я раз Не объяснял Сколько бы я раз Не говорил То что Это актуальный сюжет На то время На то время Мне будут говорить Мне всё равно будут говорить Ой да там же Ну ты чё В третьем Варкрафт не играл Там же медив Нормальный А насчёт Старкрафта Первого Ну я бы с радостью Второй Старкрафт Прошёл Мне кажется Уж больно мне нравилось Когда я на стримах Играл в него Но потом у меня Комикс начал лагать И я что-то забросил Старкрафт второй Удачи в новом году Да Тебе тоже Удачи в новом году Денис заданатил 100 рублей Бубя Ты крутой чувак Спасибо Твои видео доставляют радость Джо и много энергии И вообще после них Как от стакана молока Болт стоит до потолка Но Занимайся физухой Бегай по утрам Ты должен жить долго Я худею Не считая того Что у меня сейчас Ну тут Скажем так Если меня посадить В массажёрное кресло То я буду Как в студии На этом Разбрызгаюсь Большое спасибо За сотку Снеги Не надо так подписываться Это нехорошо Задонатил 100 рублей Бубя и смеялся Или ты в школе Над словом многочлен Не Над словом многочлен Не смеялся Не-не-не-не Зато я помню Как один Одноклассник Одолжил мне Книгу по биологии А потом он Этот учебник по биологии Получил обратно Но он не знал Что этот учебник по биологии Был обдурочный Нео Фокс задонатил 250 рублей Привет Бубя Реши загадку И тут он мне скидывает 2 плюс 2 плюс 2 В скобочках Плюс 6 Помноженное на 8 Разделенное на 9 Нет, я не буду решать Эту загадку Даже за 250 рублей Я все Я скипаю решение задачи Я имею полное На это право Ха Ха Рекура задонатила 100 рублей Здравствуй, дорогой вождь Бангладеш Спасибо тебе за контент И за свое прекрасное существование Можешь, пожалуйста, передать Привет Соне Соня 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 Привет Дроу Кчау Ярослав Моисеев Прислал 100 рублей Иметь мой член Да эти прекрасные глазки Читают прекрасное сообщение Бэбэй, скажи Страждующим Во что ты играешь В ней деятельности На ютубе И передай Илье Абрамову Чтобы он чекал ВК почаще А то Заколебал Давайте обо всем по порядку Сначала я Скажу Насчет Илья Абрамов Илья Абрамов Илья Абрамов Разрешите Обратиться К вам К вам Обращается Ярослав Моисеев С сообщением То, что вы Абсолютно Заколебали его Вы Заколебали Сначала вы Его заколебали Своими Интимными Приставаниями На которые Он был Вынужден Отвечать Отказом Не по своей воле А по этикету Потому что Вы даже Не водили его В кино Не водили его В кафе В рестораны И просто так Предлагаете Интимные услуги А он Между прочим Себя не на помойке Нашел А также Чекайте ВК почаще Потому что Это даже Ранит его Сильнее Чем ваши Неоднозначные Намеки Аля Это смущает Вот А насчет Играешь ли во что-то Вне деятельности На ютубе Нет Вот нет Не получается У меня играть В игры Вне деятельности На ютубе Я разучился Играть В игры Не для роликов Я купил себе На распродаже Epic Games И я решил попробовать Купить себе Борду третью Взял я ее После игры Opposing Force Все-таки Мне очень понравился Opposing Force Может быть Они тут тоже Что-то годное сделали Взял всякие там Phoenix Point Взял как раз таки Этот самый Detroit Become Human А оно взял От юбиков Но я не могу В них играть Вне роликов Мне не интересно Если я играю В игру И у меня не записываются Футажи Для ролика Я себя чувствую Ужасно Я как будто Зря трачу Время Которое мне Дала жизнь А я не могу Вечно записывать Футажи По всем играм В которые я играю Мне тогда памяти не хватит Допустим Захотел Поиграть Death's War of Mine Записал футажи Сделал ролик Убил Мишу И кота Извините Икнул сразу Это же ужасно А так Очень много игр В которые я хочу Поиграть Очень много Игр Хочу Поиграть Но я не Я не Уссс Тойрент Хилл Б Б Хач Занатил 482 рубля Муа Вопросы Есть ли культовые Игровые серии Которые пробовал И вообще не зашло Есть ли желание Попробовать Ретро гейм Гаунтлет Мака Бургеркинг Или KFC Пиццы Или Ройлы Есть ли в родне Ортодоксы Культовые серии Которые пробовал И вообще не зашли Assassin's Creed А что еще А что еще Были же такие игры Вот недавно обсуждал И вот не зашло Первое что мне приходит Голову Это Assassin's Creed Что еще Что еще Что еще Забыл В такой самый важный момент Насчет попробовать Ретро гейм Гаунтлет Времени нет Желание Пробовать И все Нужно время А времени нет Времени мало Мак Бургеркинг Или KFC Бургеркинг Мак Ну там Говно Бургеркинг Хотя бы Какие-то Вкусовые добавки Добавлю Что-то на реальное Мясо было похоже KFC Наша стерлитоматская Расстроила В стерлитоматике KFC Пососня Вот запомните Стерлитоматская KFC Это Дрыщ Это вот Куриный помет Обжаренный В прогорклом масле Вот Вот что такое Стерлитоматский KFC Пицца или роллы Лично мне пицца Настя больше любит роллы Если в родни Ортодоксы Ну Совсем 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 Скажем так За 3.9 Другой линии Ну Есть Есть А так большое спасибо За 482 Рубля Неверной информацией Начинают Разбазариваться Говоря Вот Я вот знаю Я вот знаю Вы все неправы Ну Я не одобряю Такое Можешь выговорить Скороговорку Сейчас Мургахард Украл Квадрокоптером Крыса Крыта У Мордрега А? Сдер Спасибо Спасибо Я себя чувствую Так прекрасно От ваших поздравлений Вообще Мне очень нравится Играть голосом То есть Я могу говорить Я могу говорить Очень таким голосом Чтобы я звучал Прямо как Как какой-нибудь Профессор Флитвик Я могу говорить Привет Мои адекватные И абсолютно Разумные Подписчики С вами я Ваш верный друг Картавы Актеры Развучки Мечта Ха-ха Ха-ха Понимаю Это конечно Задонатил 200 рублей Спасибо За видео Бэбэй Бекарэш Бубуй Биби И Настя Когда ты впервые Осознал свою популярность И то что люди Прислушиваются К твоему мнению А к моему мнению Прислушиваются Не сказал бы то Что я какой-нибудь Там лидер мнений Чьё мнение Там послушают А вот Биби Сказал правильную вещь Я пожалуй К нему прислушаюсь Нет Я наоборот Просто всегда говорил Так Что я Не слушайте Я Не особо разумный Человек Не надо ко мне Прислушиваться Я троечник Двоечник Был в школе Я неразумный Всё что я умею делать Это шутить Прочлены Моё мнение По дефолту Ну нежелательно А так Ну свою популярность Наверное Начал осознавать Тогда когда Не то что меня Начали узнавать на улице А когда допустим Я захожу Под какой-нибудь пост Там кидают Мою фотку И скидывают И пишут И пишут Допустим Понимаю Этот комментарий Зарабатывает Тысячу лайков Вот 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 это показатель Вот это показатель А так Как медийность Повлияла на тебя Как на личность Но Уменьшилась Моя Внутренняя Какой-то внутренний Саморазрушительный фактор Я меньше начал Относиться к себе Как к говну Скажем так Да Такие вот приступы Когда я сижу И думаю Господи Какой же я Белый Блин Я мог стать Хорошим человеком Если бы я нормально Учился Если бы я нормально Тратил время В школе На учебу А не играл бы В сраные горе То я мог бы сейчас Где-нибудь Быть достойным Человеком Вот таких приступов Сейчас происходит Все меньше и меньше Потому что А я Зарабатываю себе На жизни Некраевой горе Выкусите Все те кто говорил То что играть в игры Это плохо И ничего мне это не принесет Большое спасибо За 10 рублей Голодный Миша Задонатил 101 рубль Из-за твоих роликов Из моей эрогенной зоны Произвольно Начала вытекать жидкость И это даже не пиписька Чем ты лечился Пока я их делал Я Я ничем Никогда не лечился Потому что я никогда Ничем не болел И у меня Никакие жидкости Из Всяких зон Не вытекали Яров Евгений Пишет И отправлять 100 рублей Бубуй привет Я не помню Был ли такой вопрос Но Что стало для тебя Порноточка Делать ли Видосы категории Как относятся к тому Что у тебя появились Последователи Что бы ты им пожелал Очень Раньше я Сильно себя Самообманывал Говорил себе То что Надо делать Максимально годный Разумный контент Вот эти Говноедские Шутки Про говно И члены Это деградация Шутить так нельзя Юмор должен быть Максимально Интеллигентным Шутить надо Про какого-нибудь Ницше Внутреннее я Эрика Берна И так далее Это был Самый большой Самообман В моей жизни То что надо делать Контент категории Гэд для меня Начал приходить Именно с роликами Паркс Фаталис То что То что Правильно сказанное Слово Член Оно может вызвать Больше Скажем так Больше Больше радости Больше позитивной Энергии Чем Какой-нибудь Чем Я вот читаю Ницше А знаете Вот Ницше Я читаю Хотите шутку Про Ницше Шел Фридрих Ницше Заболел сифилисом И умер Да Еще Подскользнулся И упал на ногу Да И так Появился Так говорил Заратустра А потом Всех евреев Истребили Ой В смысле Нет Это Юмор Это Настоящий Юмор Это Самая Странная Вещь Настоящий Юмор Это Цепочка Логических И нелогических Заявлений Которые должны быть Сами по себе Смешные То есть Вот Ницше И вот Истребили евреев Вот А все Появилось Из шутки Про член Его сравнение Да В итоге Истребление евреев В данной шутке Оказалось смешнее Чем слово член Вот это и есть Юмор Современный Это и есть Контент Категории Яров Евгений А ну да 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 Я же еще Не до конца Ответ Как научиться К тому Что у тебя Появились Последователи Мои Последователи И что бы ты им Пожелал Мои Последователи Несите В народы Заявление То что Не нужно Быть Снобами Которые Только Ну я Смеюсь Только над Элитарными Шутками Сметись Над словом Говно В разных Его видах Говно 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 Говне Смейтесь Если это смешно Не стыдитесь Этого Это натуральные вещи С чем вы Сталкиваетесь Каждый день Вы сталкиваетесь Со своими гениталиями И сталкиваетесь С говном Так смейтесь Над этим Что в этом такого Что естественно То не безобразно Дариус Прайм Задонатил 250 рублей Бабай Давно хочу Спросить Но боюсь Вдруг вселенная Схлопнется Но попробую Почему ты собственно Бэбэй Тайно ли это Или кроется За этим ником Какая-то Сторица интересная Я сто раз Рассказывал Про происхождение Ника Бабай Но почему Бэбэй Это потому что Слово Бэбэй Ой Бабай Оно Не такое уж Оригинальное А вот если Поменять там На Бэбэй То будет пооригинальнее Так что Бэбэй Бэбэй Бубуй Бакарэш Точнее не Бакарэш А Бакарэш Бубуй Бакарэш Привет Мои адекватные Привет Мои адекватные Привет Мои адекватные И абсолютно Разумные Подписчики Донатьте Рейд Шадоу Ледженс Переходи По ссылке В описании Под роликом Тально ли это Или кроется За этим ником Какая-то Сторица Интересная Никаких Интересных Сторий Не существует Истории Бывают Только Грустные Артур Куджи Задонатил 100 рублей Это опять Я Уже без Вопроса Просто хочу Поздравить С уже Прошедшим На момент Выхода Видео Днем Рождения Приятные Пожелания Это обожаю Ну и удачи В новом Году Спасибо Надеюсь Так все И будет Спасибо За соточку Сабан Задонатил 100 рублей Сатыга Сатыга Моего Любимого Бородачу От Сего Сердца И ануса Дарю Тебе Твоим Морским Свинкам На еду С днем Рождения Кстати Желаю Успехов Ютуб Цехуй И что В 2020 Году Вы уехали Из России Чмок В лысе Ну я Еще не лысый Я только Начинаю Лысеть Так что Не надо А так Большое спасибо За сотку И за приятные Пожелания Свините Сейчас в другой Комнате Я обычно Животных Убираю В другую Комнату Чтобы они Зади Не Как Майкл Джексон Пока Я тут Голос Записываю Так Начинаешь Там читать Допустим Привет Мои адекватные Абсолютно Разумные Подписчики На заднем Плани Ладно Все Давайте Дальше Сабан Задонатил Еще сотку А теперь Вопросик Все не влезло Любишь ли Любишь ли Ты Серию Игр Тесс Я Играл В свое время Равин Но я Полностью Не прошел Но я Прошел Полностью Обливенный Скайрим Наверное Моя Самая Любимая Часть Которая Дала Мне Больше Всего Положительных Эмоций Это Обливион В частности Наверное Из-за Темное Братство Хотя Там Все 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 Гильдии Были Офигенными Ну а так Жди Когда-нибудь Про Арену И Даггерфол Насчет Моровинда Обливена Скайрима Говорить Не могу Вот Арена Даггерфол Когда-нибудь Точно Вот К тому же Если не против Я бы хотел Знать Сколько лет Вместе Ты И Мисс Биби Твоя Девушка Жена Кстати Серебряное Кольцо Потому что Отношения Построенные На серебряных Кольцах Они более Долговечные Золото Золотой Телец Это проклятие Не надо Тут Не надо Тут Золотой Телец Оберегайтесь Конкретно В отношениях Мы Пять лет Пять лет Вау Это же Много Неплохо Неплохо Джигли 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 Дюк Задонатил Две Тысячи Рублей Где-то Сейчас Бубуй Такой Внутри Две Тысячи Рублей И Бакараш Такой Привет Надеюсь Меня Когда-нибудь Покормят И Бубуй Такой Нет И Бубей Такой Хочу Снова Играть В Рекс Фаталис Уверлорд Когда Ничего Этого Не было Дроу Наш Красный Гигант Величайшие Поздравляю Тебя И Настю С наступающим Новогодним Поздравляю С днём Рождения Да Спас За весь Контент Не совсем Просто Скажи Какую Ни Свою Новогоднюю Трэш Историю Я мог бы Рассказать Какие-нибудь Истории Наподобие Я вот На Новый Год Обосрался Там Когда Нажрался Но Моя Самая Новогодняя История Это Когда Я Первый Января Уснул В снегу И проспал Так Три часа И заболел Потом Ну благо На улице Было Тепло Просто Знаете Что было Самое Смешное Я уснул Днём В три Часа Дня Уснул В сугробе Прямо Рядом С дорогой И я Так Валялся Три часа Никто Даже Не подошёл Ко мне Не поинтересовался Ничего Ну люди Понимающие Были Понимающие Я могу тебе Рассказать Не новогоднюю Трэш Историю Как я Однажды В баре Нажрался Огромным Количеством Коктейлей Самых Разных Там Типа Голубая Лагуна Апсент Ну то есть Все цвета радуги Я в себя Влил А потом Я То есть Я вливаю Такой коктейль Голубую Лагуну Так Ом И следующий кадр Я помню Я стою Где-то За 3-2 земли От этого Бара И у меня Такая радуга В реку И я падаю На бок Открываю Глаза Уже утро Мои ноги Лежат Вот так На дороге Вот тут Земля Скажем так Эта часть Находится На земле Вот эта нижняя Часть Находится На дороге Лежит И я такой Где я Большое спасибо За деньгу За 2000 рублей Надеюсь я полностью 2000 рублей Отработал сейчас Андрей Кристиану Задонатил 100 рублей Было ли у тебя Такое чувство Когда тебя все достало Ты понимаешь Что выйти в окно Или почесать вены Лезвия Не такая уж и плохая идея Если да То как ты справился С этим чувством Это чувство у меня было Где-то лет 16 Время максимального Юношеского максимализма Когда вот Либо да Либо нет Какой-то золотой середины Компромисса нет Когда как ситка Просто идешь Тупо в абсолют Когда ты ощущаешь Что тебя Никто не понимает Ты читаешь Ницше Да кстати В 16 лет Я читал Ницше До того Этих ваших Кавка Вот тогда я читал Кавку Вот тогда я читал Ницше Когда этого еще не было И бухал вино Из татарапака Вот Вот И кстати я ходил В плащи В очках Копейках Но не потому Что я хотел Не потому что я считал Это модно А просто Мне очень нравился Образ Леона Чисто такой Знаете Скажем так На майку Пальто Шапка Бомжовка Такая черная И вот эти черные очки И такая Знаете Длинный татарапак У тебя Из длинного кармана И ты такой Идешь в музыку Такой Слушаешь сигареты В зубах В тот момент Я беломор курил И такой Правда Было очень сложно Политься Чтоб не видели То что я 16-летний Бухой Иду Сигареты курю Ну хотя На тот момент У меня Вот скажем так У меня не то Что борода росла У меня были Такие очень длинные Баки Уже выросшие Поэтому я Выглядел Скажем так На лет 20 Как минимум Вовремена Были Вовремена Илья С Донатит 150 рублей Привет Адекватный Абсолютно Разумный Даже Хотел тебе Предложить Темы для видоса Но лучше Скажи Что ты берешь В магазе И как Выбираешь товары Это забыл С наступающим Смок Я беру Творожное Зерно С вкусняшкой И читаю Манго Очень приятно Бог Ну это опять же Огромное спасибо Насте То что она Мне привила Такие интересные Вещи Я раньше Ненавидел Творожное Зерно Но в какой-то Момент Мне очень Понравилось Не ладно Не буду Сейчас Есть Хотя Маленький Перерыв Халтурный Не люблю Есть на камеру Но сейчас Думаю Знаете Такой Сейчас Мини Обзор Еды Будет Контента Вам Подвалю Вот Оно Вот Так Открывается Сюда Переносится Размешивается Сейчас Некоторые Такие Творожное Зерно Ты Че Больной Я Так Знаю О да О да О да Ох Хорошо Ох Ммм Мм 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 О да О да Хорошо Мм 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 Как вкусно Мм Очень нежные Варенья Очень нежные Варенья Такое Не слишком Притерное В меру Сладкое Неприятное Творожное Зерно Не люблю Когда творожное Зерно Сухое Люблю Когда он Со сливками Нежное О Естся Прям Как Порожное Именно Савушкина Самое То Только Если будете Брать Смотрите Чтоб свежее Было Как Толен Сейчас Будем Мм 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 Ой Мм 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 Ляпота Вот Надеюсь Я удовлетворил Твой вопрос За 150 рублей С наступающим Тебя тоже С наступающим Поустер Наш любимчик Поустер Задонатил Тысячу рублей Задонатил Рождение Баблбасс Спасибо тебе За все Спасибо тебе За все Самое лучшее История рыцаря Ждет Не будет История рыцаря На сними Не дождешься Большое спасибо Поустер За тысячу рублей Ну тебе Не надо было Так много Донатить Мог сотку Задонать Кто не знает Поустер Мы на снимах Смотрим Наш начинающий Ютубер Хорошие ролики Делает Расти Желайте В новом году Ну не в плане Роста А в плане В плане Карьерного Роста Ютуберного Ехидный Эльф Задонатил 200 рублей Дорогой Балибэй Спасибо тебе За контент Из днём рождения Тебя И если не трудно То передай пожалуйста Одному гному Класса колдун Что если он не поедет В Мордор То его око Саурона Пострадает Гном Класса колдун Твоё око Пострадает Неважно Поедешь Ты в Мордор И так далее Как говорится Тебе Пальчик Присунут В колечко Если ты понимаешь О чём я Ну и последний На сегодня донат Пролетело быстро Я наожидал Ну хотя да У меня по записи Мы сейчас Час идём Я конечно Всё это сейчас Вырежу Намонтирую И сам ролик Будет идти Минут 15 Мишаня Поза Донатил 340 рублей С днём рождения Иисус Версия 2.0 Не я не Иисус Борода Шизонной повадки Я прям представляю себе Как Иисус Знаете такой В древние времена Идёт с апостолом И такой Привет Ребята Привет мои апостолы Апостолы Меня убьют Лол Потом Вытащите меня Из пещер Я воскрес Апостолы 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 А Иуда Потом пожаловался В техподдержку И Иисуса забанили Иисус такой А меня разбанили Меня разбанили Я Иисус У меня такой Вопрос В какой момент Ты понял Что хочешь Зарабатывать На жизнь Видосами И как родные Это восприняли Родные нормально Но наверное Не то что родные А люди в принципе Из моих знакомых Не до конца верили То что Есть возможность То что Я буду зарабатывать Играю в игры Рассказываю про Готику Я сам не до конца В это верил На самом деле Мне казалось Всё это фантастикой То что такое Невозможно Вот все люди Каким-то чудом Каким-то чудом Начали зарабатывать Деньги В интернете Опять У меня У меня Отрыжка После творога Пошла Я такой То что я сейчас Сижу перед вами Из-за денег Отвечаю на вопросы И при этом Зарабатываю деньги На игорях Это фантастика Раньше Наши с вами родные Пытались Открывать Собственный бизнес И шли на работу И шли на заводы Чтобы зарабатывать деньги Поэтому для них Факт то что Если я буду Играть в игры Я буду зарабатывать На этом деньги А им кажется Это из разряда Что за идиотизм Вы где это вообще Услышали Что за тупость Непонятно Так что Сейчас такое время То что Благодаря интернету Ты можешь стать Кем угодно Жить как угодно И зарабатывать деньги Как тебе захочется Главное Делайте То что сейчас говорят Войти в ютуб Конкуренция большая Людей много на ютубе Годного контента мало Понимаете Людей много Полно людей Которые там Обзоры делают Всякие лайфхаки И так далее А люди которые делают Это угодно Их Единицы Единицы Сейчас как не зайдешь На ютуб Выходит какая-то Новая игра Неважно Бордерлендс Там какой-нибудь Дестрендинг Еще что-нибудь Обязательно появляется Сейчас вот Вот эта мода Появляются люди Которые А вы знаете Вот эта игра Популярная А вот она Нехорошая Она плохая Я не такой Как все Обзорщик Я не такой Как все Мое мнение Вот такое оно И вот типа Вот у меня Такое мнение Я напишу В тайтле В названии То что игра говно И ко мне подойдут люди Я заработаю подписчиков Но это сейчас не работает Сейчас быть Якобы не таким Как все С непопулярным мнением Это мейнстрим Сейчас людей С непопулярным мнением Даже больше На ютубе Чем людей С популярным мнением Так что по сути Непопулярное мнение Это сейчас популярное мнение А популярное мнение Это непопулярное мнение Это не постмодерн Это не метамодерн Это не неомодерн Это жизнь Современная жизнь И она с каждым годом все как-то по-странному закручивается, закручивается, закручивается и так далее. И в эту жизнь ты всегда можешь войти с легкостью, если просто будешь хорошим человеком. Хороших людей мало. Их всегда было мало. Просто будь хорошим человеком, залетай на YouTube, рассказывай про то, что тебе интересно и будь искренен. А на сегодня, я думаю, все, мои дорогие друзья. Большое спасибо, что были с нами весь этот год. То, что с нами пережили кратко про Биа Вульф, кратко про Киндом Кам, все ролики по Гарри Поттеру, все ролики по Сталкеру. Пережили ролик на английском языке по Братве и Кольцу. Пережили Готику 3. Очень много всего было за этот год, ребят. А следующий год, я уверен, будет еще насыщеннее, еще лучше. Будем пытаться с вами что-то новое изучать, новые игры проходить, все это анализировать, все это поглощать. И всему этому возможно восхищаться, а возможно усираться. Кто знает, как все будет, кто знает. Желаю вам в следующем году всего самого, даже так, желаю, чтобы в следующем году было лучше, чем в этом. Чтобы у вас не было то, что этот год прошел тяжело, он был тяжелым. Жизнь, она тяжелая. Она всегда, она каждый год тяжелая. Не бывает такое, что вот вы год прожили, и он был такой легкий, и так все было прекрасно. Нет, говнецо есть каждый год, каждый месяц, каждый день. Я вам желаю, чтобы говнеца в следующем году было по минимуму. И по максимуму было приятных, хороших впечатлений и моментов, которые охота вспоминать, вспоминать, вспоминать и вспоминать. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Прощаемся с вами в 2019 году. А мое новое приветствие, мое привет, мое адекватное, абсолютно разумные подписчики, вы уже услышите в 2020. Субтитры сделал DimaTorzok